Деньги любят тишину Жители общежития в Астане в буквальном смысле бьют тревогу. Их дом рушится и уже не первый год. 47-летняя постройка сделана без фундамента, кирпичи падают, стены на первом этаже вот-вот упадут. При этом сырость образовалась по всему дому. В общежитии 116 комнат, в каждой из них проживает от 4 до 10 человек. Кто окажется в ответе за перепуганных людей? Снесут ли общежития и что об этом думает Акимат? Подробнее в нашем следующем материале. Ремонт в этом общежитии Акимат делал уже в прошлом году. Заменили тогда два слоя сгнивших и отсыревших кирпичей под окнами. Снизили даже аварийность на 10%. Но этого хватило лишь на год. В этом году с приходом тепла дом, можно сказать, тает и осыпается. Все бы ничего, но жильцы дома просто боятся оказаться под таким кирпичным дождем. По словам постояльцев, дом в ужасном состоянии не только снаружи, но и внутри. Я живу в этом доме, расположен ДНС-57-1. Живу с 2002 года. Здесь у нас живет бабушка, престарелая уже. Вот 4 года. Мне опасно здесь находиться. Ну все валится. В туалет сразу заходить. Это показывали уже неоднократно. Куда-то рассмотрим, не знаю. Да, это, как говорится, пиздец, не клюнет. Ничего делать не будут. После того, как 9 марта из дома вновь стали выпадать кирпичи, приехала специальная служба такимата и почистила крышу от снега. Говорили, что проблема только в этом. Только убрали они не только снег, но и часть смолы и толи. В итоге вся вода пошла прямо в квартиры четвертого этажа. Некоторым жильцам пришлось ехать на время, потому что жить в таких условиях они не смогли. При этом отметим, что в данный момент такиматом проводится специальное техническое обследование, которое покажет, сносить дом или нет. Когда полтора года назад нам положили по два кирпичика, по два слоя вот этих кирпичиков, вы видите, под окнами чуть-чуть есть новых кирпичей, почему-то вдруг сразу сняли аварийность. Что из-за двух слоев кирпичей аварийно снимается общежитие, а внутри что творится? Здесь один туалет на первом этаже, там падают плиты. Дети просто, ну страшно заходить и взрослым, и тем более отпускать туда детей. Комнатки маленькие, 12 квадратов. 12 квадратов ты не можешь построить себе туалет. Здесь даже если будешь бить эти стены и продалбливать канализационную для себя трубу, это просто все разрушится, потому что все очень старое, и тем более уже неоднократно все намочено. Просто ветхое, это ветхое, это все говорят ветхое. Какую еще надо сделать экспертизу, и что должно еще произойти, чтобы уже в конце концов чины нашли из бюджета какие-то деньги, которые были уже не раз выделены из средства на вот это, на снос и благоустройство. Туалет в этом общежитии – это самое страшное, чего боятся постояльцы. Он здесь один на все четыре этажа, при этом нет слива, и людям приходится выкручиваться. Если про запах еще как-то можно промолчать, то не говорить про падающую стену в уборной просто нельзя. Я сам из Казалардинской области. Мы живем здесь, в центре города. Здесь все разваливается, сырость. У нас есть маленький ребенок. Пока приходится жить здесь, так как других вариантов нет. Как вы видите, в общежитии в комнатах течет вода. Каждый день ремонтируем. Обещают сделать, но не делают. Стоит помнить, что это общежитие находится в центре правого берега Астаны. Оно было приватизировано еще в 1995 году. То есть в доме нет ни одной комнаты, принадлежащей коммунальной собственности города. Об этом нам рассказал сам Аким Байконырского района. По словам Ерлана Каналимова, с момента приватизации дома жителями не было создано КСК. Они сами не поддерживают состояние дома и не вносят затраты даже на косметический ремонт. Но совещание по ветхому жилью Акимат проводит. И по словам чиновников, аварийным дом считается, когда его износ составляет 61% и больше. По мнению Акима, это общежитие изношено на 58%. Поэтому по прошлогодним меркам его пока сносить никто не собирается. Сразу скажу одно, даже если это общежитие, техническое обследование покажет, что оно подлежит сносу и признается аварийным, данный дом будет только включен на 22-й год сносу. Потому что до 22-го года список на снос домов по городу сформирован. Такие из общежитий имеются и в других районах, не только у нас. В 2017 году за счет привлечения спонсорских средств и коммунальных предприятий сил нашего города, там проводился ремонт. Тещественно, где выпадали кирпичи, меняли. Определенный ремонт проводился и внутри помещения, и по крыше. То есть здесь вопрос в чем? Здесь это не обязанность города. В целом по району Байконыр насчитывается 20 малосемейных общежитий. Из них только два признаны аварийными и включены в список на снос 2020-2021 года. Людям приходится ждать и терпеть, но ждать могут не все. Блокадница Ленинграда Анна Николаевна уже просто смеется, потому что сил злиться и искать виноватых нет. Ей обещали квартиру благоустроенную и теплую, но живет она среди тараканов и оголенных проводов. Страшно, что человек, переживший блокаду, сравнивает свои условия в наши дни с жизнью на фронте и в любой момент может погибнуть от летящего сверху кирпича. Вот везде течет, крыша течет. Вы посмотрите, провода. Как это на фронте провода. Вообще, я старожила. С 88-го, даже раньше я живу. А то мы как-то неправильно записали. И я живу. Живем очень плохо, конечно. Нам бы надо, конечно, мы заработали. Вот товарищ вот стоит, он тоже в автопарке работал. Да, да. И нам бы надо жить по-человечески, правильно. А в туалет пойдет. Она же пошла в туалет. И чуть не упала. И никого нету. И кто бы поднимал бы меня. Вот так. Так что такие условия сейчас ужасные. Просто, не знаю, идешь и думаешь, вот сейчас крыша валится. Вот это все. Идете с таким вот. Вот такое. Ну, мы как... Я как закаленная питерская. Поэтому я улыбаюсь. Ну, мне, конечно, надоело вот и общаги жить. Вот. Родители потеряло, блин, и ради. Блокаду. Так что давайте, примите какие-то меры, чтобы мы жили немножко получше. На этой неделе должны сделать специальное техническое обследование дома, которое покажет, насколько изношено сооружение. Но раз Акимат прямо говорит, что не обязан делать там ремонт, то вопрос, кто остается в ответе за безопасную жизнь людей, еще остается открытым. И в очередной раз наблюдается картина. Проблема есть, но ее никто не должен решать и контролировать. Непонятно. Мы будем следить за ситуацией. Видео с погибшей рыбой в Атрау стали поступать к нам в редакцию пару недель назад. Интенсивность сообщений увеличивалась каждым днем, потому что тушки рыб находили в самых различных местах. С таянием льда количество мертвой рыбы увеличилось, а местные жители стали бить тревогу. Еще чуть-чуть, и с наступлением жары Атрау может оказаться в зоне экологической катастрофы. Что происходит на реке Урал и есть ли шанс избежать ЧП, расскажем прямо сейчас. Опасная ситуация стала еще в конце прошлого года, когда в декабре произошел массовый мор рыбы в реке Урал. Тогда специалисты заявили, что причиной всему стал выброс аммиака. Именно это вещество было обнаружено в мертвой рыбе. Какое предприятие произвело этот самый выброс, пока остается загадкой. Но на данный момент ситуация приобретает уже самый опасный оборот. С законодательной точки зрения пока никто не объявлял катастрофой. Но на данный момент времени для жителей города Атрау, для ближайших населенных пунктов, это действительно является катастрофой. И, как я сказала вначале, никто не оценил ущерб, который может быть нанесен водно-болотным угодзем, Каспио, поэтому сейчас очень тяжело оценить ущерб, но это действительно является катастрофой. И необходимо сейчас объединить усилия всех сторон, всех заинтересованных сторон, общественности, компаний, государственных органов, чтобы преодолеть данную катастрофу. В минувший вторник в Атрау заявили о более сотне тонн собранной погибшей рыбы. Масштабы поражают, однако, по заверениям специалистов, это еще далеко не все. Вчера вышло видео, представленное областным акиматом, это официальные данные, что погибло 108 тонн рыбы, из них 5 тонн в реке Урал. 103 тонны – это погибли осетровые у частных производителей, то есть у друг рыбзаводов. Но вы знаете, на самом деле никто не знает масштаба. Здесь идет речь о той рыбе, которую выловили, вытащили, взвесили. На самом деле река как бы оттаивает лед. Эксперт утверждает, что очень много рыбы вмерзло в лед, поэтому истинные масштабы произошедшего оценить пока не представляются возможным. Но уже сейчас становится ясно, что ситуация будет только усугубляться. Мертвая рыба представляет большую опасность как для людей, так и для животных. Действовать необходимо быстро и слаженно, но специалисты все еще пытаются выяснить причину гибели такого большого количества рыбы. Река Урал является единственным источником питьевой воды для города Атрау и для населенных пунктов, которые находятся по берегам этой реки. К сожалению, вы же понимаете, что не у всех жителей есть, особенно в сельской местности, есть доступ к воду. И есть люди, которые пьют с открытых источников воду. Очень много домашних животных пьют эту воду прямо с реки. В связи с этим, если сейчас наступит жара, у нас в Атрау вообще не бывает весны, зима и сразу лето, то та рыба, которая осталась неочищенная, если начнет гнить в реке Урал, то весь город и населенные пункты просто могут остаться без источника питьевой воды. Поступают самые различные меры действий. Есть даже предложение привлекать иностранных специалистов, которые помогут оценить масштабы происходящего. Однако специалисты в один голос утверждают, что действовать необходимо очень быстро. В Атрау уже очень скоро станет тепло. Это тот самый момент, когда солнце обрадует не всех. Если правильно принять меры, то можно восстановить популяцию рыбы. Для этого, конечно, необходимо, чтобы Акимат совместно с неправительственными организациями, совместно с бизнесом разработали правильную стратегию и начали восстановительные работы. Сейчас самое главное – очистить реку от рыб, которая погибла. В то же время руководство Министерства сельского хозяйства заявляет, что новых отравлений на реке Урал нет, а специалисты в данное время ликвидируют последствия декабрьского отравления. По словам Сапархана Умарова, причина гибели рыбы сейчас занимается специально созданная комиссия. Сейчас создана комиссия, она разбирается. Комиссия уже к Министерству сельского хозяйства отношения не имеет. Комиссия скажет, какие причины мы вам скажем. Район Старого базара, на Красноармейской, я сейчас нахожусь у родителей. Здесь вот грязь по колено. Зять говорит, сегодня приходили, пытались собирать. Но не получается, потому что здесь глина. Люди просто застревали. Тушки рыбы, я вижу, вон там на льду. Отсюда вам не видно будет. Но я вижу эти тушки рыбы, которые на льду лежат. Вон рыбу этот, как ее, вороны клюют эту рыбу. Я сейчас постараюсь вам сделать фотографию, насколько ее вон прибивает. Вон она вся плавает на воде прям. И тем не менее возникает достаточно много вопросов. Почему пробы воды нельзя было отобрать еще в декабре прошлого года и сделать по ним выводы? Как продвигаются уголовные дела, которые были заведены? Неужели ватрал сотни предприятий, которые могли бы произвести выбросы больших объемов отравляющего вещества, от которого погибло большое количество рыбы? Кто возместит ущерб тем частным предприятиям, у которых погибла рыба? Ответы на эти вопросы все еще предстоит найти. Но на данный момент специалисты советуют местным жителям быть крайне осторожными. Это, конечно, если кто-то пьет прям с реки Урал, то не пить эту воду. Второе, я вот даже не знаю, надо стараться не давать, не водить на водопой своих домашних животных, да? Домашний скот. Больше, я думаю, что сейчас население-то вот как таковое мало что может сделать. И сделать все сейчас, чтобы активизировать общественный контроль за деятельностью госорганов и заставить их принять меры, которые они должны принимать. А пока приходится наблюдать, как рыба различных пород и размеров бездвижно плавает в реке Урал. А сколько ее еще всплывет после того, как растает лед, трудно представить. Ясно одно, вопрос крайне щепетильный. Он касается экологической безопасности целого региона. Но оперативных мер реагирования от уполномоченных органов пока не видно. Базар – место, где можно купить почти все, да еще и поторговаться. В нашей стране к этому процессу относятся с пониманием. Однако возникают моменты, когда действующий рынок кому-то приглянулся, и у его владельцев начинаются проблемы. Могут оштрафовать за любую мелочь, придраться по пустякам, а затем и вовсе попытаться отобрать земельный участок, предназначенный для парковки автомобилей. Вы можете себе представить рынок без парковки? В следующем материале попытаемся разобраться, кому понадобилось забрать землю у действующего рынка. По словам управляющего директора рынка Булата Кожакова, проблемы начались несколько месяцев назад. Сначала на территории парковки был обнаружен неубранный снег. Последовал штраф, а управление земельных отношений заявило, что расторгает договоры аренды двух земельных участков, на которых располагается торгово-логистический центр. Вот так безапелляционно и строго, хотя владельцы рынка делают все по закону. Мы за цивилизованную торговлю, мы за удобство для предпринимателей. Именно с этой целью мы спланировали и проектируем строительство, обустройство вот этих начальных строительств в современные такие ряды. Действия уполномоченных органов вызывают много вопросов. Различные проверки, которым подвергается рынок, основаны на заявлении от местной жительницы, которые якобы мешали строительные работы, производимые на территории рынка. И казалось бы, что все верно, но есть нюанс. Сотовый телефон такой не существует, раз. Что адрес такой не существует, два. Органы полиции говорят, что мы не можем установить данного человека, поскольку и нету. Аллатовский Акимат регистрировал это заявление в нарушение всех норм законодательства. Тогда госорган может организовать любое заявление от Иванова и с адресом обратной стороны Луны, и с телефоном, как русская радио говорит, у меня такой же номер, как у вас, только другие цифры. И это появляется основание для внеплановых проверок бизнеса. Это очень чревато большими последствиями. То есть прецедент такой создан здесь, в Аллатовском Акиматом, в городе Алматы. На сегодня, в данный момент, уже вложено порядка 3 миллиардов 700 миллионов тенге. При этом центр построен без участия государства. И тем не менее, тут оно очень сильно старается устроить владельцам рынка проблемы. Заинтересованность какая-то определенная есть. Почему? Потому что срежиссировано все. Мы получаем уведомление, или вот письмо, например, это заявление этой некой гражданки 24 октября. И 24 октября, например, мы получаем уже предписание от управления госорганской контроля, от управления по контролю земельной инспекции, которое, кстати, не выявило у нас нарушение земельного законодательства. Или, например, 20 ноября приходят участковые местные полицейские службы, видят там чуть-чуть снега остался, хотя вот там не было сугробов, то есть спокойно может 2-3 сантиметра составляет протокол. И в этот же день практически мы получаем, или 21, ну в общем, даже к вечеру этого дня, мы получаем уведомление от управления земельных отношений о расторжении договоров аренды. Это нонфенс. То есть такая оперативность бы государственным органам не помешала бы в действиях чрезвычайных ситуаций. Очень много вопросов у специалистов возникает к сотрудникам Акимата. В частности, по постановлению, согласно которым Акимат решил изъять земельные участки, выданные этим же Акиматом. Захотел – выдал, захотел – забрал. Логика местного исполнительного органа. Акимат это сделал своим постановлением. Вот это категорически запрещено. То есть если это они прямо не увидели из содержания земельного кодекса, что они не могут этого делать, то Верховный суд специально для этих структур разъяснил, что Акимат, который сдал постановление, ведь всегда же земля первоначально государственная, поэтому Акимат ее изначально любому собственнику, любому землепользователю дает ее от имени государства своим постановлением. Всегда такое постановление есть. Так вот, Верховный суд прямо сказал, что вы постановлением дали, но забрать вы можете, отменить, изменить это постановление, только до того момента, пока предприниматель или гражданин не получил госакт на землю, пока с ним не заключен договор купли-продажи, аренды и так далее. Как только это произошло, все, ваше постановление, вы больше ничего с ним сделать не можете, да, только в судебном порядке теперь что-то может быть решено. Акимат вот именно это прямое разъяснение тупо проигнорировал, да, и сказал, ну и что, что мы там три года назад вам дали эти земли, да, ну и что, что мы заключили договоры аренды, выдали вам госакты и так далее. Мы же тогда приняли постановление, типа я слово дал, я слово взял, да, поэтому я, как Акимат, забираю у вас эти земельные участки, да, то постановление отменяю, другое постановление изменяю, уменьшаю в два-разовом площади и так далее, да. Вот прямое нарушение нормативного постановления Верховного суда, а судья Казымбетова это игнорирует, да, вот меня это просто потрясло. Интересная получается картина. Акимат вершит судьбу рынка, при этом игнорируя постановление Верховного суда. Судья экономического суда Алматы делает то же самое. Юристы заявляют, что налицо признаки преступления, предусмотренного статьей 362 Уголовного кодекса, превышение власти или должностных полномочий. Заявление громкое, но вполне обоснованное, учитывая, что задача отобрать землю выполняется в ускоренном режиме. Еще момент. Постановление. Документ, который выносится коллегиально представителями Акимата. Однако сказать, когда это заседание состоялось, сколько человек присутствовало и имеется ли протокол, сотрудники Акимата не смогли. Но для них это вообще не проблема. Никто не стесняется, понимаете? Этот юрист, который присутствует в суде, он не стесняется, он говорит, да, вот так было, да? Мы говорим, слушайте, ну как так, все же нарушается, да? Не-не-не, все нормально, у нас так было. Понимаете? И судья это смотрит, и у нее глаза на лоб не вылезли, да? Она говорит, да-да, все нормально, все хорошо, да. Мы эти решения оставляем в силе. По словам адвоката Сергея Уткина, создается опасный прецедент, который может нанести очень серьезный ущерб казахстанскому бизнесу. И если непонимание сотрудников этого Акимата еще как-то можно объяснить, то почему-то некоторые судьи не принимают этого внимания. Непонятно. Впервые предоставление земли всегда от Акимата, да, или от Акима, да, какого-нибудь села там даже, любого, да, любой административно-территориальной единицы. Так вот, если этот Аким или Акимат имеет право, что я дал, и я и заберу в любой момент, независимо от оформления всех этих договоров, актов там и так далее, да, если это решение останется в силе, тогда все Акиматы начнут полнейший произвол. А у нас же, знаете, это же любимое занятие, да, поменялся где-то Аким в каком-нибудь, да, там, районе, области, в селе, да, он сразу приходит, так, ну-ка, тут теперь все мои должны быть, одноклассники, там, родственники и прочие знакомые друзья, да, теперь давайте мы его этих отнимем, а вот этим дадим, да, и вот, пожалуйста, земля – это основное, да, основной актив такой, да, на нем все крепится, да, все предприятия, все структуры, здания, и если они начнут отнимать вот эти земли вот таким вот образом, отменять свои постановления, и это якобы законно с точки зрения суда, это все, это на бизнес-климате в Казахстане можно ставить крест тогда. Владельцы торгового центра продолжают отстаивать свои права на свой же объект и оспаривать действия уполномоченных органов. Будем следить за развитием событий. Земельный вопрос крайне чувствительный в нашей стране, и будоражить он нас не перестает. Впрочем, будоражит он нас, потому что чиновники не устают предлагать инициативы и изменения, касающиеся земли. Вот и сегодня мы хотели бы обсудить, а если точнее, задать несколько вопросов Министерству сельского хозяйства нашей страны по поводу предлагаемых поправок в земельный кодекс. Кто в ответе за казахстанскую землю и что нас ждет в ближайшей перспективе, обсудим в нашем следующем материале. Мы очень удивились, узнав, что в земельный кодекс планируется внести сразу более 60 поправок. Причем делается это как-то тихо, но в то же время в ускоренном режиме. Что стоит только письмо от МСХ Вакиматы, которое характеризуется как очень срочное. Согласно письму, специалистам на местах дается буквально несколько дней, чтобы согласовать многочисленные предложения и инициативы. В чем их суть, попытаемся разобраться прямо сейчас. Итак, нас сразу же удивили предлагаемые изменения в первую статью кодекса. Так сказать, основу основ. Авторы инициативы планируют изменить формулировку и утверждают, что необходимо исключить слова в соответствии с целевым назначением, как излишней и водящей путаницу. Якобы у людей создается впечатление, что категория земель и есть целевое назначение. Сама по себе формулировка создается впечатление, удивляет, но, похоже, Минсельхоз такие речевые обороты не смущают. Второй вопрос. В 2016 году распоряжением правительства была создана комиссия по земельной реформе численностью 75 человек. Эта комиссия разработала статью земельного кодекса 43, прим. 1, которая устанавливает порядок предоставления сельхозземель в аренду на конкурсной основе. Два года обсуждалась эта статья, и принята она была в мае прошлого года, а вступила в силу в августе. Так вот, представители МСХ предлагают исключить эту самую статью. Чем обусловлена такая инициатива – большая загадка. Очень неправильное предложение в части практически исключения статьи 43 в том виде, в котором она есть. Да, там несколько завуалировано, на мой взгляд, то есть путем якобы внесения просто изменений. Но фактически вот эта 43 статья, которую нужно сказать, это самая рабочая статья земельного кодекса. Это самая часто применимая статья и в судебных спорах, и в ходе досудебного урегулирования, и вообще в процессе предоставления земель, находящихся в государственной собственности. Это самая рабочая статья, где расписано полностью от самого начала, да, это принятие заявления, и вот конечный продукт, как, на основании чего предоставляется данный земельный участок и так далее. Сейчас фактически 43 статью, 43 прим. 1, 44, 45 статью хотят исключить. Исключить предлагается и 43 статью. Однако в этом случае выпадает норма по самовольному захвату земли. То есть в случае принятия данной инициативы любой желающий сможет воспользоваться понравившимся ему земельным участком. Самозахват земли может превратиться в норму. Поступает много инициатив по исключению из-за оборота бумажных документов. При этом оцифровывать эти самые документы никто не торопится. По данным специалистов, на данный момент отсканировано около 3% от всех документов. Только представьте, что земельно-кадастровых дел не станет. А что это такое? Это все равно, что у человека уничтожить медицинскую карту, где указана вся история его болезни с момента рождения. Но если современная медицина позволяет сделать полное обследование организма человека, то уничтожив земельно-кадастровое дело в случае возникновения каких-либо споров, доказать ваше право на ваш же участок будет крайне затруднительно. Не каждый гражданин Республики Казахстан в нашей стране имеет у себя компьютер, имеет доступ к интернету. И поэтому просто по этой простой причине заменять тотально на электронный земельный катастроф, я считаю, что это вообще неправильно. И вопрос здесь не в том, что это архаизм. Вот сейчас все привыкли, переходим на различные электронные носители. Но еще раз говорю, нужно думать о простом гражданине, о простом человеке, который может, имеет он доступ или не имеет. Какую ответственность понесет лицо в случае утраты земельно-кадастрового дела? Сейчас это полным-полно, это происходит. Я очень часто сталкиваюсь с этим именно при рассмотрении живых гражданских дел. Когда мы просим истребовать, ходатайствуем об этом, значит, не может найти местный исполнительный орган то или иное земельно-кадастровое дело. И мы начинаем искать по различным архивам и так далее. И находят их на каких-то именно бумажных носителях. Вот. Поэтому, если говорить о том, что, ну, будет свет отключен в конце концов. И что? Орган работать не будет, людей принимать не будут. На сегодня, если человек не пользуется землей в течение двух лет, то ему делается предупреждение и дается еще год для того, чтобы посеяться и возделывать свою землю. В новой редакции предлагается от предупреждений отказаться и сразу штрафовать, если землей вы за два года так и не воспользовались. Гуманизации в такой инициативе наблюдается крайне мало. Еще одно предложение – создать новое юридическое лицо, которое будет ввести земельный кадастр. Подается все это под соусом демонополизации кадастра. Однако на создании и развитии уже существующей автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра было потрачено около 7 миллиардов тенге. Зачем создавать еще одну систему – вопрос открытый. Там откуда-то возьмутся разумные, продвинутые люди, которые сейчас мы не можем снабдить тот орган, скажем так, который этим сейчас занимается. Зачем для этого создавать новую какую-то структуру, если вы сейчас можете при наличии вот этого органа, который действует, ну и оптимизируйте там процессы, найдите умных, креативных, продвинутых и добросовестных, это самое главное, добросовестных лиц, работников, которые будут этим заниматься. Я вот, честно, я думаю, что это просто очередная кормушка. Ну и самое основное и, может быть, даже страшное. МСХ предлагает узаконить продажу арендованных у государства сельхозземель, чьи интересы преследуются, утверждать не станем. Но почему при этом должно страдать государство – большой вопрос. У меня также создалось впечатление, что данные изменения, они под конкретных людей. Назовем так их крупные землепользователи, так называемые латифундисты, о которых очень часто говорит общественный деятель Мухтар Тайжа. В частности, в настоящее время самое удивительное, что данный вопрос именно поднимает Министерство сельского хозяйства об отмене запрета на передачу и отчуждение земель сельхозназначения. Хочется отметить, что здесь вопрос ведь не только в еще большем обогащении этих латифундистов. Это только всего лишь одна сторона проблемы. На мой взгляд, именно отмена данного запрета может привести к тому, что в результате перехода земель сельхозназначения от одного землепользователя к другому землепользователю, она в итоге приведет к истощению земель сельхозназначения, к их уничтожению, к приведению их в непригодное состояние. Я категорически против отмены данного запрета. Полагаю, что участие государства, особенно касательно земель сельхозназначения, должно присутствовать. Соответствующий запрос мы отправили в Министерство сельского хозяйства и с нетерпением ждем ответов. В результате внесения вот этих изменений, которые сейчас инициирует Министерство сельского хозяйства, мы получим следующее. Во-первых, земельные комиссии, они существовать не будут. А что такое земельная комиссия? Это орган коллегиальный, который принимает решение о предоставлении земельных участков, находящихся в государственной собственности, об изменении целевого назначения и так далее. Теперь же в результате того, что 43-я фактически уничтожена, по-другому не могу сказать, ликвидирована эта статья, 43-я премия 1 исключена, 44-я, 45-я исключена, то получается, что вот эти компетенции перейдут к местным исполнительным органам. Каким он? Как я уже ранее говорила, имеет место быть злоупотребление, превышение власти, то есть у нас не все так хорошо с этим. И даже при решении вопросов, которые входили в их компетенцию, они допускают нарушения, да, и тому свидетельством являются именно громкие резонансные уголовные дела в отношении бывших теперь уже, да, сотрудников, должностных лиц, местных исполнительных органов. Поэтому здесь я тоже однозначно против, чтобы вот эти вопросы переходили в единоличную компетенцию Акимов. Существует устоявшаяся фраза, что деньги любят тишину, но когда у вашего бизнеса вдруг возникают проблемы, то это уже наше дело. Обращайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok